эксклюзив проведена психиатрическая экспертиза доцента расчленителя история анастасия ещенко умницы отличницы образованной и просто миловидной девушки близка к завершению а вот и сера олега соколова и экс-доценты спбб на старости лет все только начинается когда приехавшая ко мне съемочная группа телеканала рэн-тв готовящая на пятницу большой репортаж о доценте расчленителя настраивала оборудование в сети появилась информация о сообществе созданном в поддержку историка более того некий правозащитник из яйца видимо не внушаясь никакими средствами для самопиара решился таки пробить дно и разместил на онлайн-платформе чаш порт петицию в поддержку обвиняемого мысленно сделав жест рука лицо я задвинул в себе до поры человека поглубже включил юриста и руководителя психиатрической клиники и постарался отвечать на вопросы максимально взвешенные честно опираясь только на свою практику а также заочно да да есть и такая процедура психолога психиатрическую экспертизу личности убийцы проведенную специалистами научно-диагностического центра клинической психиатрии на основе аудио и видеогатериалов с его публичных выступлений доступных в открытых источниках поскольку теперь нам с коллегами известно то чего еще не было в сми я расскажу вам реальные по простому как там было и что и почему опасение общественности в том что дело будет слито а старичок разбойник получит реальный хоть и не пожизненный срок они санатории в больничке совершенно необоснованны как это не цинично звучит убийстве длинной настя лещенко не было ничего выдающегося самое что ни на есть обычная рядовая бытовуха и 1 ст 105 укр предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет 8 постановление пленума верховного суда рф от 27 01 1999 год 1 по судебной практике по делам об убийстве ст 105 укр ясно говорит что уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью все . не было там никакой особой жестокости адвокаты по личностным качествам которых общественность сейчас знатно проезжается в духе да как же так можно защищать убийцу активно вкладываются в свою карьеру демонстрируя умение пользоваться всем правовым инструментарием и возможно еще предпринять попытку натянуть сову на глобус ч 1 ст 107 укр убийство совершенное в состоянии аффекта да наказывается такое преступление исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок до 3 лет либо принудительными работами на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок и звучит для обвиняемого вкусно а для наблюдателей жутко но есть как говорится нюанс с точки зрения уголовного кодекса аффект это состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения вызванного насилием издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо рядом иных действий которых Анастасия в отношении бывшего доцента Олега Соколова, безусловно, не совершала. Потому что любые возможные комментарии относительно его взрослых детей или, допустим, мужской силы и насилием, и издевательством, и тем более тяжким непереносимым оскорблением не являются. Это объективные факты, но максимум высказанные несколько эмоционально. А теперь о том, что показала экспертиза. Бывший доцент Олег Соколов – обычный, банальный, заурядный психопат. Именно поэтому в зале суда при избрании меры пресечения он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Нет, психопат не в том бытовом смысле, в котором это слово превращается в лугательство, и не в том, который бы позволил откосить от срока по состоянию здоровья, чтобы играть в Бородину и дальше. Личность психопата существует в своем собственном мире. В данном случае, далеко выходящем за пределы исторических реконструкций. Преподавательская деятельность потребности этого далеко не его внутреннего, а совершенно для него реального мира, просто обслуживает. Материально. Как ресурсная база или нефтяная скважина, не более. Не буду возгрузить терминологии и характеристики неспецифических отслеживаемых чек. Буду краток. То, как он общался с аудиториями и судом, то, как отдавал там настоящие приказы, то, как замирал, погружаясь в свой космос. Для подпитки. На психопатии указывает все. И, к сожалению, вина Анастасии с точки зрения убийцы оказалась в сущей мелочи. Она не просто его из этого мира вытянула. Она этот мир разрушила, отказавшись следовать предписанным его правилам и законам. Что вот так? Просто? Да, вот так вот просто. Однако в юрисдикции суда Российской Федерации, выносящего решение ее именем, только мир реальный. Наш, этот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Напавшим на крымский мозг украинцам дали отпор. Известный стилист смачно приложил сна. Сочащаяся молоком грудь решетовой вызвала ажиотаж. Поймали на взятку. Зеленский вляпался в грандиозный скандал. Секс так и прет. На штукатуренную Данильде Захарову перепутали с Собчак. И многое другое.